Снежный городок, иллюминация и главное новогодняя ель. Так площадь Сахарова выглядела год назад, а так площадь выглядит сегодня. Никакого намека на праздник. В этом году власти решили даже не перекрывать проспект социалистический. Это связано с тем, что дорожная обстановка в городе и так осложнена ремонтом моста на новом рынке. Так куда барнаульцы пойдут в первую ночь 23-го года? Неужели по инерции сюда или на районной елке? Мы живем на горе, но сюда всегда ходили. Ну а теперь пойдем на площадку старого базара. Речь идет о Молотобольской. По всей видимости, в этом году эта улица и есть наш главный снежный городок. А это главная городская ель. Если бы вообще никаких зданий и построек не было между Молотобольской и Барнаулкой, и была бы здесь огромная площадь, вот тогда бы, наверное, здесь можно было бы делать какую-то елку, большой городок. У нас же был опыт, по-моему, лет 10 назад, когда главную елку с Сахарова перенесли на площадь Свободы. И даже там было тесно, хотя площадь Свободы-то побольше, чем Молотобольская. И от этой идеи отказались. Новый год стали широко отмечать в советское время, а точнее после Великой Отечественной войны. И, кстати, именно на площади Свободы тогда устанавливали главную елку. Но не будем забывать, что население Барнаула тогда было в три раза меньше, чем сейчас. Ну, скажем, после войны это 220 тысяч человек. Сейчас у нас 700 тысяч. Вот они в три раза больше. То есть тогда площадь Свободы вполне подходила. Но уже в 50-е годы елку стали переносить на площадь Октября. Площадь Октября тогда не была такой большой транспортной развязкой. Ну, а потом вот выбрали площадь Сахарова. Историк Данил Дегтярев считает, что сегодня в Барнауле нет полноценной замены для площади Сахарова. Так считают и многие барнаульцы, для которых Новый год был неразрывно связан с этим местом. Дома будем сидеть ни салютов, ни елок, ни горок. Очень грустно. А вообще это была ваша такая традиция – ходить в новогоднюю ночь? Да, да, да. Прямо со студенческих времен ходим. Сначала в компаниями, потом теперь уже с детьми. Даже не пахнет никаких украшений. Обычно здесь всегда были фигуры вот эти вот снежные. Я думаю, что уходит эпоха массовых новогодних гуляний на площади Сахарова. Но уже все, точно она ушла, потому что не будем забывать о том, что площадь Сахарова – это же еще и горки. И самая главная горка – это нелегальный спуск с баков, вот с этих, с которой все ребятишки катались в 90-е годы, в 80-е годы и 2000-е годы. Сейчас того уже не будет. Все. А в ближайшие годы площадь будет застраиваться, и общественники верят, что она все-таки не потеряет былую славу. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. День с толком.